В данном видео разобраны решения дополнительных типов задач, которые не были разобраны в лекции номер 4 по буферным системам. Задача 1. Силовой показатель константы ионизации аминоуксусной кислоты – ПКА-978. Итак, в данной задаче представлена буферная система на базе аминоуксусной кислоты. Аминоуксусная кислота имеет следующую формулу NH2CH2COOH. То есть, по сути, это уксусная кислота, у которой один атом водорода заменен на аминогруппу. Натриевая соль, соответственно, выглядит следующим образом – NH2CH2COOH. Как я вам уже говорила, буферные системы первого типа состоят из слабой кислоты, а любая органическая кислота является слабой кислотой, и соли этой кислоты с катионом от сильного основания. Соответственно, по составу это у нас буферная система первого типа. Вопрос сформулирован следующим образом. Как изменится pH после добавления сильного электролита? Сильный электролит – одномолярная соляная кислота. Значит, первое, что мы должны посчитать, это какой был pH до добавления соляной кислоты. Значит, формула у нас для расчета pH – pH плюс логарифм вверху количество молей соли, внизу количество молей кислоты. Подставляем 9,78 плюс логарифм вверху количество молей соли. Откуда мы возьмем? Вот из этих данных 300 мл ноль одномолярного раствора. То есть это мы можем расписать как произведение количества вещества, как произведение молярной концентрации С на В на объем. 0,1 мл раствор мы умножаем, переводим объем в литре на 0,3 литра. Внизу нам нужно посчитать количество молей кислоты. По этим данным мы считаем, перемножаем 0,1 мл раствор на 100 мл, переводим в литр, это 0,1 литра. Получается, что здесь у нас под логарифмом 3, 9,78 плюс логарифм 3, логарифм 3 равен 0,48. То есть 9,78 плюс 0,48 – 10,26. Итак, мы нашли pH буферной смеси, которая состоит из этих двух компонентов в указанных пропорциях, и это 10,26. Следующее. Нам надо посчитать, как изменится pH после того, как мы добавили сильный электролит. Для того, чтобы сделать этот расчет, нужно осмыслить, какой из компонентов буферной системы вступает во взаимодействие с соляной кислотой, какой из компонентов будет нейтрализовать соляную кислоту. Конечно, это соль. Запишем механизм буферного действия по кислоте в молекулярной форме NH2CH2COO3 плюс H-хлор на равновесие NH2CH2COOH плюс натрий-хлор. Таким образом, мы видим, что при добавлении соляной кислоты эквивалентное количество натриевой соли аминоксисной кислоты будет израсходовано, и при этом такое же эквивалентное количество аминоксисной кислоты будет получено в ходе вот этой химической реакции. То есть мы добавляем соляную кислоту в количестве. Количество молек эквивалента соляной кислоты. Давайте посчитаем. 20 мл одномолярного раствора. Опять по формуле СЭ умножить на В. В данном случае фактор эквивалентности единица, то есть у нас С совпадает с СЭ. 1 моль на литр умножить на объем 20 мл на 0,02. Получается, что количество молек эквивалентов соли уменьшится на эту величину. Количество молек эквивалентов кислоты увеличится на эту величину. Таким образом, мы считаем pH 2 по той же формуле, но мы здесь меняем количество молек эквивалентов. У нас получается 9,78 плюс логарифм. Здесь переписываем то, что было изначально. 0,1 умножить на 0,3. И уменьшаем количество молек эквивалентов соли. Соль расходована в данной реакции на 0,02. А в знаменателе пишем 0,1 умножить на 0,1. И увеличиваем количество молек эквивалентов кислоты на 0,02. Получается 9,78 плюс логарифм. Если здесь делать математические расчеты, у нас получается 1,3. 9,78. Логарифм от 1,3 равен минус 0,48. 1,8 равно 9,3. Далее вопрос. Как изменится pH? Мы считаем следующим образом изменения pH. Дельта pH – это в нашем случае pH 1 минус pH 2. pH 1 минус 10 минус 26. pH 2 минус 9,3. Разница 0,96. Ответ на вопрос данной задачи будет. pH смеси уменьшится на 0,96 единиц pH. pH уменьшится, поскольку мы добавляем кислоту, то есть у нас происходит сдвиг водородного показателя системы в кислую область от 10,26 к 9,3 в кислую область. Задача номер 2. К 1 литру буферного раствора, содержащего по 500 мл 0,1-молярного раствора гидроксидамония или, как мы говорим, гидротамиака, и 500 мл 0,1-молярного раствора хлоридамония добавили 0,01 моль азотной кислоты, чему равен pH раствора после добавления кислоты. Дан силовой показатель константы основности ПКБ для основания NH4OH равен 4,75. Значит, данная буферная система NH4OH или, как мы пишем, NH3 на H2O, то есть гидротамиака. И хлоридамония – это буферная система второго типа. Второй тип. Значит, вспомним формулу для расчета pH буферной системы второго типа. pH равно 14 минус ПКБ плюс логарифм количества вещества соли вверху, количество вещества основания внизу. Значит, это соль, это основание. Значит, находим pH первое до добавления кислоты. По формуле 14 минус… Скобка открывается. ПКБ нам дано. 4,75 плюс логарифм количества вещества соли. Соль у нас 500 мл, 0,1 мл раствор. 0,1 умножить на 0,5. Основание у нас тоже 500 мл, 0,1 мл раствор. 0,1 умножить на 0,5 равно 14 минус 4,75 плюс логарифм. Давайте я это перемножу. Здесь получается 0,05, 0,05. Эти числа нам еще пригодятся. Значит, 14 минус 4,75 в скобках плюс логарифм. Мы видим, что здесь, по сути, логарифм единицы равно 14 минус 4,75. А десятичный логарифм единицы – это 0, плюс 0. Значит, 14 минус 4,75 получается 9,25. Далее. Это буферная система второго типа. С посторонней сильной кислотой, которой является азотная кислота, будет взаимодействовать гидрат аммиака, или, как здесь в условиях указано, гидроксид аммония. Запишем механизм буферного действия по посторонней сильной кислоте. Давайте в молекулярном виде запишем. Значит, здесь у нас получится NH4Н3 плюс H2O. Здесь, возможно, не очень понятно, что… Давайте напишем в ионном виде NH3Н2О плюс H+, NH4 плюс H2O. Значит, что мы видим? Что эквивалентное количество посторонней сильной кислоты… Нам это уже указано – 0,01 моль. Это посторонняя сильная кислота. Вот эти протоны – это посторонняя сильная кислоты – превращается в эквивалентное количество соли, которое входит в состав буфера. То есть количество вещества основания, которое входит в состав буфера, у нас уменьшится, количество вещества соли увеличится. Считаем PH2 после добавления кислоты. 14 минус 4,75 плюс логарифм. Все остается по-прежнему. Значит, что у нас было изначально? 0,1 на 0,5. Такое количество вещества было у нас в соли. И это количество вещества увеличится на 0,01. То есть прибавляем плюс 0,01. А количество вещества основания, которое было тоже 0,1 умножить на 0,5, у нас уменьшится на 0,01. Делаем преобразование математическое. 4,75 плюс логарифм. Здесь 0,06, 0,04. Значит, это у нас 4 на 10 минус 4,75 плюс логарифм от 1,5. И это равно 14 минус 4,75 плюс логарифм от 1,5 получается 0,8. Так, здесь позвольте мне стереть. Ну, давайте здесь, в этой части, продолжу вычисление. Значит, здесь, если мы засчитаем, у нас получится 9, 0,7. И дельта PH у нас будет… Ой, прошу прощения, здесь не 0,8, здесь 0,18. 0,18, 0,7. Дельта PH у нас будет… Значит, 9,25 минус 9, 0,7 равно 0,18. Таким образом, у нас при добавлении кислоты PH должен смещаться в кислую область. Проверяем. Был 9,25, стал 9, 0,7, сместился в кислую область на 0,18 единиц PH. Проверяем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова